Друзья, всех приветствую на торговой сессии четверга. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал о маркетсе, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и не забывайте ставить лайки. Ну что ж, рынок продолжает раздавать деньги, мы их забираем, индекс доллара снижается, рисковые инструменты растут, евро вообще котируется на космических значениях и уровнях. Вы большие молодцы, друзья, то, что прислушались к моим прошлым рекомендациям, вместе со мной поставили на снижение доллара, потому что мы адекватно, объективно, беспристрастно и непредвзято оценили тот фон, который сложился для баксов и прекрасно понимали, что на таком фундаменте доллар далеко не уедет и не уйдет. У него только одна была дорога вниз и именно по этой дороге он сейчас продолжает движение. 90-97 в моменте мы видим по индексу доллара. Хочу отметить то, что для меня цель 91 пункт была своего рода максимум до конца этого года, потому что я понимал, что индекс доллара это низковолатильный инструмент, который обычно не ходит динамично даже в условиях насыщенного новостного фона, но рынок оказался все-таки активнее. 90-97, друзья, ниже 91 пункта и совсем рядышком к суперцели 90 пунктов, до которой мы, судя по всему, доберемся. Я хочу отметить, друзья, то, что поскольку мы реально делаем, выполняем цели по многим инвестидеям, даже по индексу доллара, мы уже преодолели ряд поддержек, которые выступали целевыми ориентирами. Если вы относите себя к категории тех трейдеров, которые очень болезненно воспринимают коррекцию, когда небольшой коррекционный откат заставляет вас задуматься, а не разворот ли это. Если вас устраивает тот профит, который есть уже сейчас, а я думаю, что не устраивает, он не может, возможно, самая лучшая стратегия для вас, друзья, это не гнаться уже за какой-то сверхприбылью, не жадничать, зафиксировать то, что есть сейчас по всем инструментам. До выходных дней остается совсем чуть-чуть. Разумеется, оставить в покое трейдинг, уйти на праздники, отдохнуть и уже в новом году ввернуться к спекуляциям, к анализу того, что на финансовых рынках будет происходить. Там точно будет много чего интересного. Но если вы считаете, что то, что мы видим в моменте, это только лишь начало еще более крутого ралли, который будет еще приправлено таким термином, как рождественское ралли, тогда, друзья, вам нужно собраться сейчас со силами и еще более активно наблюдать за движениями на финансовых рынках, еще более активно следить за новостным фоном. И в качестве вознаграждения, конечно же, если мы окажемся правы, текущие тенденции продолжатся до конца года, в качестве вознаграждения, друзья, вы получите очень хороший прирост по вашим депозитам. Не забывайте, что работать на финансовых рынках это серьезная спекулятивная среда, это самый настоящий вызов, в том числе эмоциональный. Это риск, но в данном случае риск благородное дело. И те, кто действительно умеют и готов ждать и терпеть себя, получают очень хорошее вознаграждение. Вернемся к индексу доллара. Я все-таки думаю, что при том фоне, который есть, это ожидание новых мер экономической поддержки. Как вы помните, ветер дует сейчас со стороны Конгресса США, со стороны комментариев министра финансов США Мнучина, лидера Палаты представителей Нэнси Пелоси, которые обсудили между собой, дали сигнал о том, что деньги нужны экономике. Сразу же межпартийные законодатели оформили все это в законопроект и на рассмотрение в Конгресс. 908 миллиардов долларов сейчас обсуждают. И я надеюсь, что до конца этого года все-таки решение будет. О новых мерах экономического стимулирования, фондах налогово-бюджетного стимулирования. Буквально вопит об их необходимости. Джером Паул, который уже неоднократно призывал Конгресс все-таки сейчас поторопиться, плюнуть на ситуацию с выборами, потому что вакцина это хорошо, она придет на рынок и поможет ему. Но не скоро, сейчас проблемы сохраняются. Если перед праздниками сейчас не дать экономики поддержки в виде финансовой подушки, то в первом квартале реально может быть поздно. И потом экономику придется заливать уже не тремя триллионами долларов, а суммы гораздо больше. Поэтому я считаю, что до конца этого года мы вправе, друзья, еще рассчитывать, ждать, что какие-то решения от Конгресса будут. Параллельно для того, чтобы Конгресс поторопился, есть еще одна мотивашка. Это плохие макроэкономические данные, конечно же, Конгресс их не может видеть. Поэтому мы анализировали в начале этой недели данные по производственной активности СМ. Отчет разочаровал. Вчера вышел отчет ADP 307 тысяч против прошлого 365 тысяч новых рабочих мест. А СМ в секторе услуг сегодня, друзья, в 18.00 тоже по традиции ждем слабый отчет. И завтра в пятницу всю эту статистику будет замыкать еще провальный релиз по Non-Farm Perils. Короче, этот блок макроэкономических данных недельных, он тотально разочаровал уже, можно сказать, авансом. Этот блок макроэкономических данных точно будет стимулом, призывом для американских конгрессменов не жадничать, не мудрить и дать то, что нужно. И это, друзья, хорошая поддержка для нашей с вами идеи, идеи слабого доллара. Евро против американца 1,2117. Все выше и выше. Спрос на риск из-за темы вакцинации, слабый доллар. Кстати говоря, очень много комментариев касательно мер экономического стимулирования в еврозоне. Они будут, друзья, уже в этом месяце. Тем более, что Германия вчера сообщила о том, что продлит период карантина до, по-моему, середины января. Это заочно также предпосылка для еще более серьезного ухудшения европейской макроэкономической конъюнктуры и тоже причина для ЕЦБ немедлит. Но в рамках ожиданий этих мер поддержки в еврозоне я абсолютно уверен, что ЕЦБ молодцы, проактивно действуют и они не будут тянуть резину, как это происходит сейчас в Штатах. Дадут экономические стимулы в тех объемах, которые необходимы. Задействуют дополнительные инструменты монетарной поддержки. И это поспособствует тому, что экономика валютного блока будет восстанавливаться чуть ли не быстрее среди всех развитых рынков. Это еще одна причина, почему европейская валюта будет оставаться в лидерах роста среди рисковых активов валютного рынка. Фунт против доллара 1.3386. Волатильность остается дикой. Вчера мы видели котировки выше отметки 1.34, потом фунт просел почти на 150 пунктов. Это все на слухах, друзья, о том, есть соглашение, нет соглашению. Обсуждение продолжается. И вот последняя новость. Европейский Союз примет чрезвычайные меры, я не знаю, что это за меры, интересно самому, касательно текущей сделки с Англией. Если не будет соглашения до пятницы, то есть, друзья, сегодня и завтра вы должны быть крайне внимательны к тому, что происходит с фунтом. Будут плохие новости, то есть отсутствие соглашения, фунт легко может улететь больше, чем на 500 пунктов вниз. Соответственно, будут хорошие новости, более, наверное, вялая реакция, точнее, ну, все верно, не такая динамичная, как на плохие новости, потому что большая часть все-таки трейдеров склоняются к тому, что соглашение будет достигнуто. Короче, если удастся договориться, то британская валюта сможет вырасти, но я думаю, что максимум на 200 с небольшим пунктом. Ну, все равно, это очень хорошая цель, краткосрочная, если кто-то из вас считает, что фунт непременно выиграет от грядущего потенциального соглашения. Моя позиция остается прежней, я не верю в эту сделку, поэтому держу короткие позиции. Дальше идем. Австралийцы против доллара 0,7408. Достигли цели 0,74, я из сделки выхожу. Новозеландец против доллара 0,7061. Здесь ждем все-таки повыше движения в районе 0,72 и на слабости доллара. И последних комментариев резервного банка Австралии, точнее Новой Зеландии, не мудрим, тоже держим лонг, друзья, он предсказуем. Золото 1834, золото стало восстанавливаться. Как раз это произошло сразу же, восстановительная динамика, после того, как на рынке заговорили о новых мерах экономического стимулирования со стороны США. То есть здесь прямая корреляция. Раньше, когда не было новостей по тому, будут ли согласованы дополнительные фонды государственной помощи, золото поджимали. Сейчас новости стали приходить другого толка и, соответственно, золото растет. Я думаю, что по факту самого решения, пусть это будет фонд даже на 908 миллиардов долларов. Золото снова может оказаться выше 1850 долларов за тройскую унцию и протестировать отметку 1900. Я рекомендую рассматривать только лишь лонги. И нефть. 4815. Ждем решения ОПЕК по тому, какие квоты будут характерны для страны ОПЕК дальше с января. И будут ли, самое главное, продлевать действия текущих договоренностей по сокращению добычи. Здесь вопрос к тому, что очень много критики взаимной в рамках ОПЕК тех стран, которые соблюдают обязательства по сокращению добычи. У вас есть тех стран, которые не соблюдают обязательства. Вот один из самых злостных нарушителей – это Россия. И многие страны просто не хотят тянуть лямку за другие регионы. Тут вопрос экономической целесообразности. Конечно же, каждый стран пытается обеспечить свои доходы и не хочет быть жертвой текущих обстоятельств. Потом правильным являются, опять же, комментарии о том, нужно ли действительно сокращать добычу, продлевая текущие договоренности, когда цены на нефть и так держатся в районе 50 долларов за баррель. Друзья, сегодня, как я уже отметил, очень важный день, потому что будет конкретное решение. Очевидно, что спрос на нефть в мировой экономике остается пониженным. И этот спрос останется подавленным, я думаю, еще несколько кварталов точно. Поэтому самое худшее, что может произойти сейчас, если страны ОПЕК все-таки решат увеличить добычу нефти с 1 января на 2 миллиона баррелей. Нефть тогда сразу обвалится. Это 100%. Нейтральный сценарий – это когда страны ОПЕК продлевают текущие договоренности сокращения добычи на 7,7 миллиона, то есть оставляют текущие квоты еще на 2-3 месяца. Но при этом нейтральная реакция, она будет постепенно все равно смещаться в сторону развития коррекционной динамики, потому что этого недостаточно, чтобы сохранить баланс на рынке углеводородов. Ну и те, кто, друзья, рассчитывает все-таки на рост нефти по факту сегодняшних решений, вы должны понимать, что рост последует только в том случае, если страны ОПЕК согласуют продление текущей сделки еще на 6 месяцев, то есть оставят в силе сокращение на 7,7 миллиона до конца первого полугодия 2021 года. Этот сценарий, мне кажется, маловероятным, поэтому я все-таки рекомендую присматриваться к коротким позициям и рассчитывать на то, что наша идея, которую мы стали использовать в начале этой недели, что бренд может оказаться в районе 45 долларов за баррель, эта идея все еще актуальна. Друзья, на этом, собственно, все. Хорошей вам торговой сессии. До завтра!